Всех приветствую на своем канале Нифам и Чиньфам и с вами Елена. С удовольствием выполняю запрос о небоскребах. В прошлый раз я вам говорила, что архитектура Франкфурта состоит из старинных и современных зданий. Так как 25-26 мая фестиваль небоскребов, я думаю, что видео как-никак встать. И мы с мужем вас приглашаем с нами на прогулку. Река Манди делит город на две части. Хочу сказать, что небоскребы все-таки находятся только с одной стороны. Ну и в них находятся всевозможные финансовые учреждения, банки, адвокатские конторы. Но по большей части все-таки банки это финансовый город. Я сделала общее фото, чтобы имели хотя бы какое-нибудь представление, как все выглядит вместе. С видом на центральную площадь Халптвахер. Это же здание известное не своей архитектурой, а его значимостью. ECB, European Central Bank, Европейский центральный банк, определяющий финансовую политику Евросоюза. Скажу вам, что они в большом ожидании. Так для них строится вот это новое здание. А мы с вами продвигаемся дальше. Tower 185, PVC или Green Tower, то есть башня 185. У подножия башни вот такая вот полуарка с магазинами. Название здания получила еще до постройки. Башня 185. И сохранила его. Несмотря на то, что к окончанию строения ее высота достигла всех 200 метров. При строительстве были по возможности использованы второсырье и местный материал. И те, и другие экологически безопасные. Откуда и вышло название «Зеленая башня». А также здание снабжено системой испора дождевой воды, что экономит водопроводную воду. Тут же находится остановка метро в Фестхале Нессе. И уже соседний паскреб называется Мессетон. Высточная башня Каллун. Башня получила свое название от соседних высточных зданий. Но сама ябака здания не производится. Как ошибочно думают другие люди. Это же здание сдают в аренду у 40-классное бюро. Характерной чертой этой башни является, конечно же, ее заостренная крыша. Как у пирамиды или карандаша. Так непоскоро бы прозвали «Дайшчефт» – «Карандаш». Эту же форму повторяют крыши метростанции Фестхале Нессе. Вторая характерная черта – это скульптура «Человек, пьющий молотком». Высотой 21,5 метров и весит 32 тунга. Это американского артиста Джонатан Броскис. Такого человека можно увидеть и в других странах мира. Но это по сей день самая большая фигура скульптора. Так как весь мир видит немцев работягами, вот и скульптор символизирует рабочий мир и неустающего работника. В 1985 году для построения этого здания был сделан всемирный конкурс, в котором победил американский архитектор немецкого предхождения Хельмут Ян. Здание является неким собратом небоскреба Бэнкона Фэмерика Плаза в американском городе Атланта. После своей постройки в 1990 году небоскреб был самым высоким в Европе. Сейчас же является третьим по восстанавливанию в Германии и Европейском Союзе. Общая высота составляет... Если вам интересно, предлагаю вашему вниманию и другие мои видео, а также сойти в моем блоге множеством фотографий. Буду очень рада пальчиком вверх и новым подписчикам. На этом говорю все. Большое вам спасибо за внимание и до следующих встреч. Всем пока!